всем привет периодически я возвращаюсь в игру эволюции никогда не заканчивается когда тут что то фармится но у нас совсем тяжело с этим но вымирание сейчас динозавров будет вы устроить поудобнее друзья приятно всем просмотр аппетита или спокойной ночи а мы наверное таки начнем потихонечку не забывайте подписаться на канал рекомендовать друзьям ну и заходите на facebook instagram ссылки в описании под видео а у нас тут сейчас вылетит птичка 75 археоптерикса создана в отличие от огромных птерозавров археоптерикс был размером современную птицу самые крупные успи достигали только размера ворона вот как а нам тут кто нужен смотреть заурапорт ну бессмысленно брать заурапода а я не помню кто после галилина археоптерикса был после археоптерикса наверно все таки как раз а может быть брахиозавр был но все равно уже мы не узнаем пофигу по фигу слишком большие здесь сумма крутится у нас еще одно вымирание хоть бы по разным сделали бы каждый раз вы наконец-то нашли тиранозавра рекса благодарю за помощь теперь могу увеличить служить моего моделирования используя эти данные хорошо благодаря нашим собранным данным нашел доказательства существования еще более продвинутых форм динозавров и другие доисторических существ там можно найти гигантов и другие загадки юрский период ну погнали тогда по-быстрому мы тут что-нибудь сделаем нам еще нужно да синенькие штучки хоть честно и что-то не вылетелись главы ну в общем то собственно да мы с ними тоже сейчас займемся прокачаем некоторых динозавров ухты аммониты аммониты это очень хорошо так следующий после критератопса ктерозавр не нравится не 13 так а кто дальше ага плезиозавр а где ёрский период скажите мне нету нигде хорошо возможно дальше будет ну давайте мы сейчас все все что у нас есть велоцераптор от него здесь пошел пахицы флазавр юрский период улучшаем отлично улучшили куда мы идем дальше галимин археоптерикс ну вот это можно кстати перемещение на трех пальцах вместо плоской ступни позволило динозавров динозавров шагать шире увеличить скорость лучше их маневренность и охоту мозг птицу археоптерикса да не хочу пропустить был большой по сравнению тогда по сравнению с другим динозавром мозг имеющие разве развитые области отвечающие за мышечную координацию слухозрения их мозг был более похож на мозг современных птиц чем прочих динозавров но этому по моему сам читали ладно посмотрю ну да какую-то мы сумму заработали но это не не суть важно все ага динозавр я не могу купить очень интересно мне не хватает причем не хватает конкретно тайная охота улучшаем приз признак точно строительство гнезд некоторые динозавры строили гнезда освещая своих детенышей стаи о чем свидетельствует найдена каменелости больших гнезд рядом а но это у нас было это я помню тиринозавра мы не можем обонятельной доли у пахи цифлозавров были необычайно большие обонятельные узлы что указывает на то что они могли иметь более развитые чем другие динозавра обоняния мы сейчас прокачиваем признаки более таких тех кто побольше нам будет давать это все у нас а все мне 200 осталось ой шо ж так плохо что же так плохо она тиринозавра рекс у нас не хватает ух ты ну а теперь должно хватить супер хищник так а ничего другого у нас не появилось никого другого маховые перья в отличие в отличие наверно от птерозавров использовавших для полетов лишь кожистые крылья длинные жесткие перья на хвосте и крыльях археоптерикса облегчает взлет и увеличит подъемную силу а еще появилась параллельная эволюция трясом периоде птеронодоны не будучи динозаврами приобрели способность летать чуть позже будучи нет не будучи все правильно чуть позже независимо от них динозавр также приспособились к полетам ну с ошибками вперед этот пример параллельной эволюции когда существовало разных видов приобретают схожие свойства они чу о появился меловой период меловой период 145 66 миллионов лет назад был последним периодом мезозойской эры динозавры продолжали доминировать на земле в этом периоде появились цветковые растения новый период окончится массовым мел полиогенным вымиранием когда исчезло 75 процентов живых существ вот так вот а у нас появился супер хищник хотя ранее тиранозавр считался падальщиком исследователи исследования показали что он был отличным охотником а мы сделаем потише рацион который состоял из многих видов динозавров иногда даже других тиранозавров вот так вот ну кого мы тут можем вообще мы можем тут у надо было через яичком вопрос хватит я хочу автоматизировать тиранозавра рекса даст она мне это или нет не не даст пошлите тогда на основную эволюцию нашу что будет здесь вообще не надо собираем собираем здесь у нас прям целая база на марсе ну понятное дело мы не с китов начнем вот тут тут по этой ветке на сообщит тупик получается пойдем по следующей ветке может что-то будет здесь интересное нам вот сюда аж надо на марс что у нас здесь есть не купленной ем возобновляемая энергия ох 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 это практически все что мне есть потратиться там где когда-то были пыльные бури теперь мы видим ветряные генераторы там где раньше были только палящие лучше солнце сейчас мы видим солнечной батареи недостатки марса стали нашими источниками энергии это истинное проявление человеческой смекалки но вот тут вопрос в другом а ничего больше не появляется а вот и появилась а вот и появилась но денег на это уже нет продвинутая робототехника все более сложные надежные машины объединяется с человеческой рабочей силой чтобы сделать марсианские заводы более производительными а также выполнять опасную для людей работу ну а здесь все у нас совсем печально все совсем печально ух ты а нас тут много чего появилось давайте-ка почитаем друзьям прям сначала крысам на смех крысам нравится когда их щекочут крысы находящиеся в игре в настроении демонстрировали счастье даже издавали проникательное хихиканье когда во время эксперимента их щекотали ученые однако тревожные крысы как и люди не любят когда их щекочут морковь не входит в природный рацион кроликов несмотря на то что показывают в мультфильмах большинство кроликов предпочитает есть листья траву и сорняки поскольку морковь содержится много сахара кроликам следует давать ее только как лакомство самая крупная в мире порода кроликов это так удачно названный фламандский гигант фландр который может вырасти до 75 сантиметров в длину весить более 9 килограмм а здесь у нас что надо смотреть должен так еще раз нам откройте считается что самым крупным грызуном в истории был вымерший вид joseph фартигаси амонесси это пушистые животные жившие в эпоху плеоцина были три метра в длину и полтора метра в высоту ух ты самый крупный современный грызу копибара около 120 сантиметров в длину и 60 сантиметров в высоту голый землекоп это роющий безволосый грызун обнаружены в восточной африке это странное животное является единственным холодно холоднокровным млекопитающим и практически не воспринимающим к боли и раку продолжительность жизни до 32 лет они единственные его социальные млекопитающие живущие колониями с королевой окружены рабочими обалдеть в ополе коровка стояла основной же основа основа нет основной желудок корова может вместить до 200 литров частично переваренной пищи ежедневно в среднем корова потреблять до 18 килограмм травы сено и корова китайский водяной олень единственный вид олени без рогов однако у них есть заметные выступающие клыки эти острые клыки могут вырастить до 8 сантиметров в длину газель ассоциируется с красотой и грацией в персидской и арабской литературе эти изящные копытные животные получили свое да пусть свое название от арабского слова газели являющиеся разновидностью любовного стихотворения касатка также называемый называемая кит-убийца на самом деле вовсе не кит и не входит в семейство дельфинов эти огромные супер хищники поедают акул тюлени кальмаров морских черепах белых медведей даже детенышей кошелотов никита а входит именно да он именно к дельфиновам относится монархи и сумчатые 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 животные являются эндемиками Австралии и Америки европейцы ну-ка европейцы не встречали сумчатых до полупутешествия Христофора Колумба в Центральную Америку в 15 веке пока обыкновенный опоссум не был произведен в Испанию представлен недоумевающему королю и королеве беременность сумчатых очень короткая и длится от 12 дней до 5 недель сумчатые нарожденные называются детенышами хоть и рождать почти в эмбриональном состоянии слепые и безволосые и размером в бобовое семечко обалдеть большой и рыжий кенгуру самый крупный вид сумчатых они могут весить до 90 кг благодаря мощным сухожилиям на задних лапах они могут прыгать со скоростью до 65 км в час и до 3 метров высоту а также носить сокрушительные удары лапами в бою виргинский опоссум самое распространенное сумочное животное с Северной Америки эти выносливые существа обладают высокую устойчивость к змеиному яду не восприимчиво к бешенству необычно для городской среды в виде они часто питаются отбросами и кормом домашних животных снюхаемся позже, да? и щейки это вид собак с невероятным обонянием известно, что они могут отследить запах, которому несколько дней и на расстоянии почти 300 км у этих собак насыть в 40 раз чувствительнее носа человека а вот в Древнем Египте собаки были такими же популярными домашними животными, как и кошки салюки считаются самой старой и сохранившейся пород собак и датируются с 7 тысячным годом до нашей эры Синий кит не только самое крупное современное животное но и самое большое животное когда-либо существовавшее на Земле эти добродушные великаны могут вырасти почти до 30 метров и длиной весить 170 тонн но у нас тут еще кое-что есть в 2005 году марсоход Оппортунити обнаружил на поверхности Марса железный метеорит это первый метеорит обнаруженный на поверхности другой планеты и последнее высадка на Марс не принесет никакой пользы если мы глупы Рэй Брэдбери отлично а теперь возвращаемся и смотрим что мы можем еще сейчас прикупить по факту ничего так же как и по основной ветке это очень печальненько значит идемте в самый низ в самый низ у нас акула молот кстати появилась акула молот знаменита своей плоской горизонтальной головой это отличительная черта дает им больший угол обзора что позволяет им пристально изучать моря в поисках добычи они являются охраняемым видом у нас осталась последняя акулка будут у нас все акулы это очень замечательно очень замечательно здесь мы 42 миллиона позже понятно здесь мы совершенно это открыть не можем я так понимаю да ой 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 здесь еще что то так хорошо неподъемная сумма неподъемная сумма да просто неподъемная сумма да тут вообще ну я не знаю но это нереально тут такие суммы которые у меня в помине даже и нету где их братья даже я даже не представляю не представляю возможным ну есть как вариант допрокачивать вот то что тут есть ну например сумчатых да мы добили сумчатых очень хорошо а где они у нас тасманский дьявол вид хищных сумчатых животных известен своими леденящими кровь криками эти крики используем для защиты угоняли в ужас первых поселенцы Австралии которые думали что это дьяволы бродят по ночам о как отлично с этим мы тоже закончили слон никогда не не забудет солнцезащитный крем солнцезащитный крем у слонов у слонов толстая плотная кожа которая помогает защитить их от хищников и окружающей среды но слоны очень умны и научились защищать свою кожу намазать себя грязью в качестве импровизированного солнцезащитного крема а слоны не глупые да? да мы тут начали но мы до слонов еще их открыть не можем не хватает а вот здесь самое интересное что прямо все можно по китам пойти два сейчас будет нет не будет не хватило в дикой природе косатки могут прожить от 50 до 100 лет в неволе эти животные подвержены сильному стрессу инфекциям и травам и живут всего 10-15 лет вот так люди сокращают им жизнь овалку до сотня добьем 45 я вообще не представляю когда это будет возможно сумма нет цифры нереальные альфа и омега концепция альфа самца который доминирует стаи волков основан на ныне опровергнутых данных хотя некоторые волки самцы могут стать более агрессивными в неволе дикий волк не проявляет такого поведения большинстве волчьих стаи доминирует пара и самца и самки здесь у нас все все закрыто здесь у нас все закрыто с волками мы закончили лисичка давайте еще раз посмотрим что может быть тут слишком большие суммы слишком большие суммы ну значит на этом наша сегодняшняя серия подошла концу и здесь ничего сделать не могу у меня просто не хватает просто не хватает ресурсов на все это кстати курочку можно и все да и на этом я так понимаю все ну давайте почитаем про курочку и наверное на сегодня мы все завершаем фазаны не жили в америке они были завезены туда в 18 19 веках из англии и начали процветать когда случайно были выпущены в штате орегон в 1882 году сегодня они встречаются более чем 40 штатах они живут как в дикой природе так и в специально выращиваемых фермах то есть они там и там но уникальные птицы хорошо прижились но у нас тогда на сегодня уже все больше нам нечего прокачивать к сожалению и вообще с как-то с деньгами очень туговато у нас очень туговато поэтому развитие нас очень туго идет дальше не забывайте подписываться на канал рекомендовать друзьям а на сегодня все до новых встреч всем пока пока